Мы находимся в самом центре старого Крыма. Здесь у нас церковь Александра Невского, памятник в его честь. Ехали полем, увидели какой-то памятник сначала, подумали. Сейчас поближе, когда подъехали, это у нас, оказывается, родник. Но все реки пересохли. И видите, какая струя маленькая бежит у родника. Он просто капает уже практически. Конечно, воду набрать можно, но это будет очень медленно. Водичка холодненькая. Обычная вода. Обычная, хорошая вода. Никаких привкусов я не чувствую. Умыться так вот. Ой, хорошо. Особенно после дороги. Самое то. Добрались мы до Монастырской реки, а реки-то и нету. Это, конечно, вообще разочарование. Все высохло. Родники и те вообще не бьют. Вот так вот. Что сейчас сделать, будем решать. Вот он, родник, где он должен был быть. Он называется Серебряный. Но воды в помине нет. Мы, наконец-то, нашли для себя подходящую полянку, где мы будем ночевать. Как я и говорила раньше, воды нету. Вся вода пересохла. Рек нет. И вот такая вот полянка. Здесь вот такое уже есть костровище. Здесь должна была быть река. Это Монастырская река, где мы в прошлом году весной как раз-таки ночевали. Только в другом месте немножечко. Ночевали мы вот там, поодаль. А вот лето 2020 года, ничего нет, воды нет. Вот, показываю. Такая у нас, значит, поляночка. Пока потихонечку сейчас будем раскладываться все. Ставить палатку. И здесь пока мое лежбище. А палатка где-то будет вот здесь стоять, чтобы было видно костер. Пока все будем раскладывать. Наши котомки. Очень классное место. Всем нам понравилось. Мне понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Вот уже поставили нашу палаточку, наша полянка уже преобразилась, горит костерок, сейчас все нарезаем к ужину, будет у нас сегодня супчик, будем его здесь варить, на костровище, красота, лепота, как говорится, будем сидеть, смотреть на костер, наслаждаться, солнце пока еще не село, но в ближайшие пару часов это произойдет, на фоне поют птички, красота, природа. Сейчас с вами мы находимся недалеко от Старого Крыма, в лесном массиве, недалеко от поляны десантников. Вы видите, что здесь стоит памятник, это памятник времен Великой Отечественной войны, точнее он посвящен этим событиям. Сейчас поближе подойдем, я расскажу его историю. Как вы знаете, что здесь, в Крыму, в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. И получается, когда наши моряки смогли высадиться в Феодосии, она как раз здесь совсем недалеко, они начали освобождать крымские земли, и они двигались на запад, на юго-запад, в сторону как раз-таки Старого Крыма, Изюмовки. И в честь чего вообще этот памятник? Получается, что 64 моряка, десантника, они очень поначалу успешно обороняли здешние рубежи, они освобождали земли, и за что их, кстати, немцы прозвали Черной Смертью. Настолько они вели успешную борьбу. Давайте прочитаем, что написано на памятнике. «Склони пришедший голову свою, и на секунду преклони колени. Здесь вечным сном в покое спят герои». Действительно, герои. После того, как они воевали в Изюмовке, они направились на здешние рубежи. А здесь, как вы видите, местность горная, и они оборонялись на высоте. И весь город, и весь старый Крым с нетерпением следил за этими боями, жестокими боями, смотрел, вглядывался в высоту и ждал, когда же город будет освобожден. Но этого, к сожалению, не произошло. Эти 64 моряка-десантника, они были схвачены. Их заковали в колодки и увели в старый Крым. Их на ночь поместили в мечеть, и они спали на холодном полу каменном. А наутро, наутро произошло самое страшное. Всех их и еще одного летчика, который был схвачен чуть ранее, их с рассветом увезли, увели точнее, в эти самые места, в этот лес, и расстреляли. И имена этих героев неизвестны. Остается лишь братская могила, этот памятник, за которым, как вы видите, местные жители следят. Можно зайти даже на территорию. Здесь похоронены 64 моряка-десантника и летчик, расстрелянные фашистами в январе 1942 года. Доблести павших, память живых. Я считаю, что такое нужно помнить, нужно знать свою историю и гордиться. Не, да? Папа вообще предложил дорогой покушать в столовой, чтобы ничего не варить, приехать сразу, палатку поставить и отдыхать. Но Ксюша сказала, нет. Мы поехали специально в лес, для того, чтобы костер развести и приготовить на костре пищу, супчик или второе там. Ну, в общем, папу уговорили. Рядышком у нас тут коровы гуляют. О, у нас как тут весело. Такие коровы? Да, расключались. В прошлом году тоже они там причем. Вот этими ложками деревянными всегда едим на природе. Так этим ложкам, как мне, наверное, лет столько же. Привезли с собой их. Чаек у нас там будет. Вот я хотела чайник с собой взять, а потом думаю, зачем чайник? У нас есть котелочек, он уже как раз обгорел, и поэтому не стала чайник брать. Ты сейчас греешь? Кипячу. Чаек будем пить. Раньше у нас был чайник, помнишь, какой чайник был походный? Мы там траву всякую лесную заваривали, пили чай. Брусничник, шиповник, черничник. Заваривали чаек. У нас был походный чайник большой такой. Ну, понятно, что мы его с собой не привезли. Я хотела старенький взять с собой чайник, но не повезли. Ладно. Так столько всего много, надо везти. Взяли с собой сыр. Написано свежий. Так. Сыр костромской, свежий ряд. И он какой-то как будто плавленый стал. Покажи. Еще, подожди. Вроде форма такая была, красивая форма, как обычно, да. Вроде молоко, цельное, ну там как бы состав, все нормально. Ну как будто плавленый сыр. Вот такой сыр. Потому что жарко, все плавится. Сейчас будем чай пить. Мы уже поужинали. Решила прогуляться. Здесь у нас вот те самые коровки, которые мычат. Вот они. А закат, закат сегодня вот такой вот. Скоростна немножечко. Но горы видны хорошо. Здесь. Здесь очень красиво. Сегодняшний день так умотал у нас вообще. Я пришла в наш лагерь. Помогла, конечно, там на ужин что-то порезала. Вот. И просто потом уснула. Меня уже разбудили, когда суп приготовился. Вот. А на жаре, знаете же, сами. Мы еще два раза искупались. Так вообще. После моря всегда хочется спать. И я уснула. Хорошо, что сейчас вот такая вот уже погода. Прохладненько. Самое то. Ой. А птички как поют. Остается только наслаждаться. Остается только наслаждаться. Поirstа. Уд50. Осталось. Да. Осталось. В liv. Птички как поет. Мояк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...